Когда картинка оживает, третий фестиваль детского анимационного кино состоялся в Мегионе. Таёшкины сказки собрали юных мультипликаторов из разных регионов страны. Почти 150 работ, 36 студий участников. Поводов для творческого конкурса немало. Это и год театра в России, и год семьи в Югре. Кроме того, нынешний фестиваль посвящен 55-летию Мегиона нефтегаза. По этому случаю организаторы учредили специальную номинацию. О том, какие мультфильмы создают дети и как они это делают, расскажет Татьяна Тюкмаева. Внимание! Запись! Тишина! Ангел для ёжика. Создание мультфильма – дело коллективное. Работа кипит. Одни снимают заставку, другие прорисовывают персонажей, третий озвучивают героев. В результате за несколько часов должен получиться мультфильм «Ангел для ёжика». Это творческое задание анимационного фестиваля Таёшкины сказки для всех участников. Мы сейчас создаём мультфильм совместно со студиями. Получается, я рисовала медвежонка, вырезала его и озвучивала зайцам. Фестиваль зародился три года назад в Мегионе. Сегодня его участники не только городские студии, но и открытый конкурс присылают работы со всей России. В этот раз 150 фильмов. Генеральным партнёром конкурса стала компания «Славнефть Мегионнефтегаз». «Нефтяники» активно поддерживают различные социальные проекты, в том числе в сфере культуры и искусства. Мы формируем облик города как место, где могут найти применение своим талантам наши самые главные жители, наши дети. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативу, направленную на развитие, на поддержку творческого потенциала малышей, детей, подростков. Мастер-классы, просмотры работы и снова мастер-классы. Два насыщенных образовательных дня. Главное знать, о чём мультфильм учит юных мультипликаторов и их наставников, председатель жюри, лауреат премии ТЭФИ Ольга Лазарева. Фестиваль интересен ей идеями. Расширилась география, появились новые жанры, например, расследования и ужастики. Студии творчески растут, набираются опыта. Растёт спрос на анимацию у ребят. И кроме того ещё, мне бы очень хотелось отметить, что появился целый пласт созданных мультфильмов, созданных, скажем, ребятами где-то 14-16 лет. Вот этот возраст, который для нас очень интересен. Чем они живут? Они рассказывают о своих бедах, горестях, вообще интересных своих событиях. Итогом фестиваля стал большой красочный праздник. В этот раз без дипломов и подарков никто не остался. Партнёр конкурса «Мегион Нефтегаз» в честь своего юбилея учредил специальную номинацию «Земля моя, югорская, край нефтяной». Победу в ней одержала студия Таёшкина с фильмом «Любимый Мегион». Татьяна Тюкмаева, Кирилл Волконский, Александр Титаренко. Вести Югория. Мегион.